Но! Мне их испартили, походу! Моё разочарование сегодняшнего дня. Сейчас я вам всё про них расскажу. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня... Секонд-хенд! Совершенно недавно я провела свой первый прямой эфир на Ютубе. Он увенчался очень успешно, очень много просмотров, было людей в онлайне. Я рада, всем передаю привет. И все начали спрашивать, Селена, когда будет секонд-хенд? Когда будет секонд-хенд? Но раз вы просите, я, конечно же, сразу же побежала в секонд-хенд на распродажу, чтобы для вас найти что-нибудь интересненькое. Как знаете, мне неинтересно ходить в секонд-хенд, когда там новый завоз, все дела, килограмм стоит то 3000, то 1799, это очень дорого. Я люблю ходить на распродажу, когда килограмм стоит 500 рублей или 300 рублей, и там находить что-то прикольное. Вот это вот безумное удовольствие мне доставляет. И, как я поняла, вам тоже. В этот раз во всех магазинах был новый завоз. И только в одном магазине была распродажа. И я посмотрела, что она уже длилась там 4 дня. Поехала я туда. Открываю двери и смотрю, что там всего лишь, я не знаю, ну, буквально пустой магазин, и только две вешалки стоят с женской одеждой. Ну, то есть, там платье, там еще что-то. Я говорю, это все? Ну, то есть, я подумала, что у них распродажа, они ждут новый завоз. Но оказалось, что они закрываются. И это был последний день распродажи. То есть, мало того, что это не просто распродажи, это вообще остатки, которые остались в распродаже. Ну, то есть, понимаете, да? Трудно что-либо выбрать. И я уже такая расстроенная зашла, думаю, ну, все, ничего не выберу. И на мое удивление, как посыпались всякие приколюхи. И это, и это, и это, и это. Я еще даже не все взяла, что мне понравилось. Взяла только, ну, самое прям, думаю, что буду носить, и прям мне нравится, или кому-то подарить будет вообще самое то. Нельзя такую находку, как говорится, упускать. И первое, что я хочу показать, это как раз-таки вот такая кофточка, которая на мне. Она вот такая вот легенькая вот здесь впереди. Очень красивая надпись, такая прозрачная, в то же самое время непрозрачная. Здесь чистый хлопок, беленькая, легенькая. Ну, и сзади просто белая. Мне понравилась эта кофточка. Сейчас, конечно, возможно, она не по погоде, хотя вот сейчас не очень прям такая жаркая погода, и в этой кофточке выйти самое то. Мне еще понравилось. Тут еще написано «викенд». Фирма здесь вот, смотрите, какая фирма. Эту я знаю. Я думаю, что вы тоже все эти фирмы знаете. Остин. Фирма, насколько я знаю, не дешевая, но и, в принципе, она качественная кофточка такая. Мне очень понравилась. Сегодня я в ней буду вести видео. На самом деле, очень много хороших марок в секонд-хенде. Единственное, что их очень мало. Вот, например, я взяла себе вот такой вот комбинезончик. Тезе Низ. Мне понравилось то, что здесь вот такая вот спина, смотрите, открытая. Думаю, ой, померю, красота буду. Во-первых, расцветочка еще очень хороша. Это чистый хлопок. Плюс Тезе Низ мне нравится эта фирма. Здесь кармашки. Ну, и такой легкий, прям, знаете, ну вот на пляж даже выйти. Прям вот по погоде, по погоде. И вообще, я люблю в секонд-хенде, когда распродажа, делаю акцент на вещи, особенно для видео, да, на вещи, которые легенькие. То есть легенькие вот такие, понимаете, тоненькие. Потому что, представляете, на килограмм сколько таких вещей я могу взять. И у меня очень много легких прикольных вещей и хорошей фирмы, что самое интересное. А я люблю фирменные вещи. В общем, вот такой комбинезончик, который я с удовольствием буду носить. И более того, мне кажется, прикольно с ним будет сделать фотосессию где-то в листве. Обязательно проходите в мой инстаграм. Там будет фотосессия с этим комбинезончиком. Сейчас посмотрите, как он на мне сидит. Это находка-находка прям, ой. Раз уж мы с вами начали с комбинезончиков, давайте и продолжим. Еще один комбинезончик я взяла. Синий. У меня синего не было, по-моему. Ну, тоже. Вот такие вещи я люблю, потому что это, знаете, сбегать в магазин быстренько. Раз натянула, не нужно подбирать что-то вниз, что-то вверх. Все равно я подбираю. Все равно хочется что-то новенькое даже одеть. И, ну, комбинезончик в тему. Он одевается, синий блондинком идет. И еще здесь понравилось мне интересное решение. Здесь две такие завязочки. Они вот здесь завязываются и, в принципе, регулируются, знаете, там, ну, грудь. Если грудь поменьше, посильнее завязал побольше, вообще можешь не завязывать. В общем, легенький комбинезончик на каждый день. И синий цвет мне идет. Вот взяла. Фирма «Папайя Холидей». «Папайя Холидей». Ну, в принципе, ну, не какая-то известная мне фирма. Но главное, что он хлопковый, легенький. На мне хорошо сидит. Так, на самом деле мы-то с вами начали с чего? С кофточек, да? Вот она на мне кофточка. Это первую, которую я взяла, легкую. Вторую я взяла. И самое, что прям упало, что я должна на нее взять, это, конечно же, фирма «Том Тейлор». Просто я помню, когда я ездила в Европу, я была в магазине «Том Тейлор». И не помню, брала себе что-то или нет, там было много мужского. Я, по-моему, даже, может, в женское и не заходила. Но вот любимому своему я там делала презентик, покупала ему «Олимпийку». Вот, и я вам скажу, что качество там хорошее, и магазин, на самом деле, далеко не дешевый. И вот я увидела, опять же, легенькую вот такую кофточку. Она прозрачная, и у нее, видите, такой вот принт, что это у нас? Леопард, да? Но его не особо видно, он не бросается в глаза. Такого леопарда я бы носить могла. Значит, в первую очередь это фирма. Во вторую очередь то, что это легенькая. Ну и дизайн мне понравился, потому что здесь на рукавах вот так вот. То есть необычненько. Внизу то же самое. Вот. Даже внизу вот здесь вот фирмочка. Я люблю, знаете, вот такие маленькие акцентики. Вот. Маленькие акцентики, и, ну, как бы, видно, что вещь хорошая, фирменная. Я довольна своим приобретением. Ну и посмотрите, как сидит. Ну, оно как бы под джинсы, под юбку черную, под много что подходит. Универсальное такое, базовое, мне даже кажется. Гардероб. Ну, посмотрите, как сидит. Ну, и еще также легкая кофточка. Вот такая вот. Сначала мне просто понравился цвет и то, что она легенькая. Потом я посмотрела на рукава. Мне очень понравилось дизайнерское решение вот такое. Я подумала, что, знаете, под джинсики очень клево будет смотреться. Правда. И такая, знаете, она кофточка. Ну, то есть сходить на какое-то такое мероприятие, ну, как бы серьезное, да, такое, где нужно сдержанно выглядеть. Где не пойдут там, может быть, даже какие-то джинсы там или еще что-то. А вот брюки, такая кофточка, ну, то есть, блин, деловой, вот, деловой стиль. Не могла никак. У меня не деловой стиль, поэтому я слово деловой даже забыла. Ну, и, конечно же, я смотрю на фирму и заметила, что фирма Атмосфер. Вот, посмотрите, вот эту фирму. Атмосфер. У них очень много приколюшных вещей, именно вот дизайнерские, необычные такие вещи. Поэтому эта кофточка мне понравилась, особенно, когда она мне села прекрасно, идеально. Вот, посмотрите, как она сидит. В общем, я поняла, что это мое. Далее продолжим этой же фирмы Атмосфер. Вот. Платье. Платье в пол. Длинное платье, да, у него вот такая интересная расцветка. Сначала я, ну, не знаю, вот оно висело, и я не знаю, чем оно меня привлекло, честно. Потому что платье в пол не ношу, трикотажные тем более. То есть у меня были, я их все поотдавала. Не знаю, почему меня привлекло это платье. То ли своей расцветкой, то ли то, что оно было в пол, не знаю. Но интуитивно я подумала, дай-ка возьму. И совершенно не прогадала. Моя интуиция просто ведет меня вслепую. Когда я одела это платье, оно прям, знаете, оно не свободное вот так вот. И не в обтяжку, что самое главное, да, женщина-то я уже серьезная. И оно как-то так интересно сидит и подчеркивает твою фигуру. И вот эта расцветка какая-то, она как, знаете, змеиная такая, красивая змея. И я такая, представляете, мне кажется, вытянулась такая. Прям вот, знаете, вот сафари какой-то, прям песок. Не знаю, что еще. И вот я такая, вы знаете, может, лежу в этом платье. Я очень много, кстати, смотрю вещей там для фотосессии. Я даже могу что-то не носить, а именно фотосессию. Я обязательно думаю, о, классная фотосессия будет. И могу взять вещь. Вот, кстати, одна там была сетка, но я ее не взяла, потому что она была в затяжках. Вот, оставила. Но это платье, когда я его одела, я сразу подумала, так, и вот так встану, и вот так. Как красиво. И вот даже, возможно, я даже могу куда-то в нем выйти. В общем, посмотрите, как сидит. Я думаю, вам понравится, оставите свое мнение в комментариях. Ну и еще важно то, что это хлопок. Чистый, стопроцентный. Продолжим с нашими платьюшками. Платьюшко посмотрела. Мне понравился цвет такой, коралловый цвет. Легенькое, коротенькое. Я подумала, что будет хорошо под кроссовочки. Потом я смотрю фирму. А, плюс оно легенькое, вы же понимаете, да? Потом я смотрю фирму. А это у нас манго. Love Mango Basic. И я подумала, что, блин, красного платья коротенького у меня нет. У меня есть длинные там одно, второе. У меня парео даже есть красное. А вот красненьких, вот таких каких-то легеньких, знаете, воздушных платьиц у меня нет. Тем более они хорошо. У меня красный идет. Это я точно знаю. И, в принципе, манго это качественное. Мне нравится. Достаточно качественная марка. И цены у них тоже не дешевые. Сейчас как-то манго... Вот, мне кажется, раньше в манго было дешевле. Сейчас заходишь в магазин, очень много, как бы, ну, уже не дешевой такой одежды. Хотя, кто знает манго, может, я как-то ее с другой стороны. Типа манго всегда вот был не дешевый такой магазин. Что не продавалось там всего дешевого. У нас, кстати, манго, магазин вообще на Садовой был, на Садовой, на Центральной улице. Огромный магазин манго. И он считался, ну, таким прям классным. Ну, я даже не сразу туда пошла, потому что думала, там слишком круто. Ну, это когда я была молода. Сейчас-то я в любой магазин просто дверь ногу открываю. Шучу. В общем, взяла вот это платье под кроссы. Замечательно, так как я из них не вылазю. Красный цвет, яркое, красивое пятнышко. Будет бегать по Ростову. Посмотрите, как сидит. Ну, и покупка, которой я безумно довольна, это белые брюки. Белые брюки. Они в обтяжечку. Это фирма Only. Фирма Only, кстати, тоже не дешевая нифига. Вот на Wildberries и на La Moda можете посмотреть. Там продается со скидками, и даже со скидкой бывает не совсем дешево. Я видела эти брюки, я их взяла, я их померила, вообще охренела. Они были замечательные. Но мне их испартили походу. Я вообще, блин, расстроена. Это мое разочарование сегодняшнего дня. У меня немножко плохое настроение именно из-за этих брюк. Они отлично сидят вот здесь, в ноге. То есть у них обтяжечка, вот тут, смотрите, змеечка такая. Сейчас я вам все про них расскажу. Здесь идет внизу такая змеечка. Очень красивая. С одной стороны, с другой стороны. Ножечка идет в обтяжечку, как лосина. Сделаны они, ну, не хлопок обычный, понимаете. Я их взяла, потому что у них, ну, какой-то немного прорезиненная и не тяжелая ткань. То есть она легенькая, они как лосины, но плотненькие. Вот, ну, прям понравилось мне. Но единственное, что в них было не очень хорошо сделано, это то, что, ну, сам дизайн, да, то, что ты их одеваешь, они в ногах тебя обтягивают, а здесь, например, ну, в талии, да, и в талии, скорее всего, как будто еще прям размер, два размера бы меньше взяла, да. Ну, вот размерчик меньше взяла. Я подумала, ну, я ушью, потому что они реально крутые, идеальные, классные. Когда я их получила, ну, то есть я отдала их, да, это стоило 500 рублей мне их ушить. Когда я пришла, я вроде бы посмотрела, все замечательно, ладно, хорошо ушили. А когда пришла домой, уже начала мерить, немножко, конечно, разочаровалась. Во-первых, фирма, фирма, мне их ушили сзади и по бокам, для того, чтобы здесь карманы не сошлись, знаете, вот так вот вместе. Взяли чуть-чуть по бокам и взяли сзади. И фирма, блин, если бы я знала, я бы лучше сказала, мне реально в поясе было чуть-чуть убрать. Я их, в принципе, могла бы носить нормально под ремень, но я просто не люблю ремень, поэтому мне лучше ушить и носить их просто как лосина. Натянула, и все, не искать ремень, не застегивать вот это. Ну, короче говоря, мне не понравилось, что фирмы теперь нету, она ушита, ну, ладно, это полбеды, они на самом деле классные. И еще вот здесь она тоже как-то неправильно прошила немножко, видите? То есть это на попе у меня, вот такой горбинка какая-то вот такая. И из-за этого немножечко, ну, торчат, ну, то есть, может быть, сейчас я буду мерить, вы даже не увидите, я сейчас ей понесу опять это, потому что нужно срезать вот эту горбинку, нужно сделать прямой шов. Иначе, когда я одеваю, у меня сборочка такая появляется. Я просто у нее в ателье не померила все это, пришла домой уже, померила и расстроилась. Ну, каждый раз, когда я их надеваю на себя, я чувствую, что они классные, что я их буду носить реально. Вот она, фирмочка ONLY, я просто, честно говоря, ее очень люблю. У меня есть еще белые, кстати, шорты ONLY, очень крутые. И расстроена. Короче, сейчас я вам покажу, вы поймете, что они круто сидят, они классные. И сразу после съемок этого видео я сразу побегу к ней обратно и скажу, блин, сделайте мне, ну, что это такое? Вот что это такое? Вот ровненько должно быть. Ну, в общем, смотрите. Вот такие вот покупочки с секонд-хенда, я безумно рада. Спасибо вам большое, что вы на самом деле натолкнули меня, что Селена и Дима ждем, нам нравятся такие видео. Я безумно рада, потому что я получила огромное удовольствие. Я люблю, вот я не знаю, почему я люблю. Я могу, честно говоря, я могу прийти в магазин, вот просто китайская одежда, где продается, да. И пусть там будет много прикольных вещей, но у меня не хочется покупать, просто потому что я знаю, что это не фирменное, что это Китай обычный, что это, ну, не знаю. Вот что-то меня не тянет все это дело покупать. А захожу в секонд-хенд, естественно, я же выбираю что-то интересненькое. Плюс я выбираю все это за копейки. То есть вот эти все вещи вышли мне 680 рублей. Девочки, чуть больше килограмма было там. 680 рублей. Одна эта кофточка стоит дороже, понимаете, в магазине. Эти джинсы онли стоят охренеть сколько, я уверена, что они стоили, блин, ну не меньше 5000, потому что шорты мои 5000 стоили онли. Манго, опять же говорила, недешевая цена. Том Тейлор, там тоже недешевые цены. Ну, то есть я охренеть, для меня вот просто реально 680 рублей просто это отдать за какую-то распродажу там в H&M, понимаете, что-то непонятно что тряпку. А тут я захожу, и у меня здесь фирмы, у меня здесь прикольные дизайны, то, что я люблю, понимаете, и я могу экспериментировать. Я же много говорила, что, то есть на фотосессию кучу всего могу взять, я могу экспериментировать с вещами. Например, красное платье, вот это манго, я бы никогда не купила, во что я такое в принципе не ношу. Но если мне предлагают купить это за 50-100 рублей, да я возьму, я возьму и поношу. Тем более там не просто мне какое-то платье дают, мне дают манго платье, фирменное. Поэтому, в общем, я к фирмам отношусь сейчас более так расположенно, да, то есть между фирменной и нефирменной вещью я выберу фирменную. Поэтому в Second Hand я получила огромное наслаждение. Ну и для меня это, конечно же, азарт, когда вот люди заходят, думают, фу, тряпки, тряпки, тряпки. А когда я что-то, что-то нахожу, и потом говорят, гля, прикольно как, гля, прикольно, найди мне тоже что-нибудь там. В общем, я своему глазу алмазу просто радуюсь. И, конечно же, когда ты платишь, блин, 680 рублей, идешь с пакетом офигенных вещей, уже видишь, так, здесь будет фотосессия, в этом я могу туда пойти, а в этом так клево, а это мне так идет, а это меня подчеркивает, украшает. И, конечно же, у меня много радости в связи с этим. Но я уже хотела завязать, на самом деле, с покупками Second Hand. В принципе, у них хорошие просмотры, да, но почему-то вот как-то на нет сама по себе сошла. Но если вы начали говорить, снимай, снимай, я на самом деле рада. Спасибо вам большое. Пишите в комментариях, нравится ли вам видео Second Hand. Если нравится, то я обязательно буду ходить туда, просто ради того, чтобы получить наслаждение, как минимум, понимаете. Ну и ради того, чтобы вам, конечно же, снять видео и показать свои находки. Похвастаться своим глазом-алмазом. Все, я жду от вас комментарии, обязательно ставьте лайк. Если понравилось вам видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там как раз-таки будут фоточки в этих одеждах. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Кстати, будут прямые эфиры на YouTube. Здесь, на этом канале тоже. И на Твиче будут. И, возможно, на втором канале тоже. В общем, я для вас стараюсь, у меня куча многих идей. И все для вас. Я вас люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok